добрый день сегодня 13 апреля я заехал на посев рапса посмотреть что тут происходит после применения гербицида это рапс глифосатоустойчивый ну как бы вроде живой тяжело сказать что тут какие последствия для растений которые были маленькие которые были большие который большой вроде как бы весь живой тот который нормально развитие и стрелочка вроде есть и соцветия как бы образовывает что будет там я не знаю будут стрички не будет стричков хотя сказать не могу но мы сейчас же смотрим просто влияние гербицида глифосата на рапс потому что брызгали мы его в стадии ну брызгали неделю назад то есть стадия уже была уже был бутон уже была высокая центральная стрелка на бурьянчик тоже уже работает сейчас я неудачно выбрал бурьян сейчас я выйду сюда на край то что по глифосату поле более менее чистое потому что я его обрабатывал еще с осени глифосатом и вот и ну как бы поэтому поле более менее чистое по евролайтингу я осенью не обрабатывал и там брызнул обработала только весной там поле более засорены но туда не поеду потому что результат примерно одинаковая там был лишний раз не кататься не занимать ваше время и свое ну вот тут бурьян как бы действие глифосата видно я думаю что через пару недель она вообще все высохнет и ничего здесь не будет есть погибший маленький рапс но чего он погиб от глифосата или от приморозков этого я сказать не могу и никто наверное этого не скажет поэтому так есть так как есть другого нету нигде уже не возьмешь спасибо тому что есть очень неровно все сохранилось ну тут что-то вот отрастает еще зеленое есть что-то что-то уже погибло безвозвратно то есть вот это все что взошло потом после дождя причем взошло то это как бы осенью ничего толком не осталось оно практически все это погибло все эти всходы практически пропали сейчас зайдем глубь посева посмотрим что там тут тоже то что взошло сразу после посева имеет это лучше где-то хуже не знаю но после этих морозов непонятная ситуация как это все будет где то есть густота где-то ее нету тут тоже такие от растения печальные но если смотреть тут тут корневая шейка сантиметра два с половиной вам показать если видно вот такая корневая шейка то есть тут много боковых побегов как это будет выглядеть через две недели или даже через 10 дней там через неделю я не знаю но если погода с погодой нам подфартит то в принципе должно здесь быть красиво то есть все эти проплешины должны быть затянуты густоты здесь хватает ну как будет не скажу никто этого не знает так вот фон смотришь туда далеко то вроде как бы зеленый же как бы неплохо ближе подходишь вот такая лабуда ветер страшен такое дует что просто труба достал уже наши южные осадки блин где ветра 18-16 метров в секунду ну по прогнозам у меня нет датчика померить но по прогнозу показывает 16 18 метров мы даже опрыскивание сегодня остановили ночные заморозки у нас не прекращаются пока они есть так что вот так там просто подписчики просили посмотреть как себя чувствует рапс после обработки гербицидом чувствует он себя пока неплох как будет все это дальше продолжаться я не знаю пока выглядит неплохо тут тоже вот хорошая шейка то есть хороший хорошее стебло надо чтоб только он нагнал массу да там у рапса надо памятник поставить он уже третий раз нагоняет вегетативную массу все удачи то есть повлияет это на урожайность не повлияет я не знаю но факт в том что если вдруг где-то вы про хлопали то гербицидом обработать можно и евролайтинг и глифосат в этой схемке в этой фазе отработал больших проблем внешне не видно как это повлияет дальше я не знаю все удачи всем здоровья